Мы будем говорить о барт-терапии, о семейной истории, о том, зачем мы все это придумали, зачем сейчас это все делать, и почему нам кажется это интересным и классным. Я в студии, Кристина дома, видимо, да? Да-да-да, я дома. Искала самый красивый фон для тех, кто в зуме. Да, на самом деле мы с Кристиной не так давно знакомы, буквально, наверное, месяц, может быть, полтора, но я была просто очарована, когда Кристина пришла в гости, и мне очень захотелось что-то сделать вместе, потому что какое-то такое... Ну, то есть я прям помню это ощущение, да, что был какой-то тяжелый день, и вот ты пришла, и как-то стало сразу легче, и ты когда-то начала говорить, что ты занимаешься арт-терапией, вообще ты художница, и мне показалось, что это вот какая-то такая легкость, да, исходит, что хочется к этому, в общем, к этой энергии как-то подключиться, что-то взять и что-то вот, да, как-то повзаимодействовать. И, естественно, мне хочется следовать к теме идентичности, и вот поэтому я сама даже еще не знаю, что это будет. Расскажи нам. Я никогда сама не участвовала в арт-терапии, хотя я, ну, соответственно, схожу, да, к психотерапевту несколько лет, но вот именно так, чтобы это было как-то связано с творческими практиками, ничего такого не пробовала. Можешь ли ты что-нибудь про это рассказать, чтобы вы поняли вообще, что это такое, и не боялись этого? Ну, я думаю, что мы всегда боимся того, чего мы никогда не пробовали, и если говорить про психотерапию, я думаю, что когда первый раз мы шли к психологу, нам тоже было супер страшно, и казалось, что это такое, как это будет, было очень много волнения. И мне кажется, что как бы есть опыты такого типа, которые нельзя настолько рассказать, чтобы человек все понял про этот опыт до того, как переживет его сам. Поэтому я очень много рассказываю про арт-терапию, но мне кажется, что самое крутое понимание приходит тогда, когда ты что-то попробовал, и ты уже знаешь это на опыте. Ну, если посмотреть немножко с другой стороны, то на самом деле многие из нас что-то подобное испытывали. Испытывали мы это либо тогда, когда, не знаю, мы смотрели какой-то фильм, и он настолько много вызвал эмоций, мы плакали в процессе, не знаю, поняли, что он как будто бы про нас, поняли что-то про себя. Да, и это и есть нечто похожее на арт-терапию, то есть это называется терапевтический эффект искусства. То есть терапевтический эффект в нем заложен, и если мы занимаемся каким-то творчеством, если мы воспринимаем какое-то искусство, то мы с этим эффектом уже 100% знакомы. Поэтому, ну, это новое, но это новое не на миллион процентов, а именно вот в таком формате, да, в формате, когда мы называем это специальной арт-терапией, наверное, это что-то новое. Но если вы уже занимаетесь творчеством, то, скорее всего, с вами это уже было. И, в общем-то, каждый из нас, у каждого из нас есть такой исток детское какое-то творчество, каждый в детстве рисовал, и это очень связано с этапами, которые каждый ребенок проходит. Есть этап, когда изучаются абстрактные фигуры, есть этап, когда начинаются человечки, есть этап, когда нужно рисовать композиции. И каждый из нас его проходит, просто потом мы теряем связь с творчеством, и, ну, как бы уже не каждому как будто бы необходимо рисовать или что-то творить, лепить, не знаю, что-то, что в детстве очень нравилось, как-то может уйти на задний план. Хотя, мне кажется, это очень естественный язык для каждого человека. То есть каждый, мне кажется, делает что-то творческое, и мне сложно представить человека, который прям совсем с этим не знаком. Я ответила? Да, вот ты говоришь, ну, ты отметила в том, что кажется, что это в какой-то степени может каждый, да, и что здесь есть какая-то возможность, что каждый может это попробовать, и что лучше все-таки попробовать, чем об этом говорить. Точно так же, да, с психотерапией, все говорят очень разные вещи, кто-то говорит, что там разговаривает с терапевтом, кто-то какие-то советы, кто-то вообще говорит, что сам там часами разговаривает, и терапевт молчит, и эффект может быть каждый раз. Ну, в общем, у всех очень разная история, и это, естественно, зависит от человека. Вот интересно, что ты говоришь, что в детстве мы все пробовали это, и у всех, естественно, было рисование в том или ином виде в школе, там, в детском саду, дома. И, в общем-то, дети, которые рисуют или раскрашивают, да, это такая очень естественная история. И сегодня мы почти не рисуем. Я как дизайнер одежды, который, по идее, творческий человек, не рисую. Вообще никогда. То есть, ну, это тоже очень странный такой момент, хотя, ну, несмотря на то, что, ну, я рисую какие-то эскизы, но вот этот вот момент взять краски, да, и что-то вот отвлеченное от работы, что-то создать, такого не бывает. И я помню, что в прошлом году я ходила на роспись, ну, училась, да, на мастер-классе «Роспись по дереву». Это был акрил, и я была удивлена, какой эффект это создает, действительно, да, то есть там не было никакой определенной задачи внутренней моей. Мне просто хотелось попробовать, да, вот эту технику, как это поработать там с цветами. И именно сам процесс введения кисточкой, да, он меня просто, я помню, что там тоже был какой-то тяжелый психологический момент, он просто меня вывел из него. И получается, что это мысль, но мы при этом говорим не просто про процесс рисования, да, как бы как процесс бег или прогулка или смотреть на воду, а мы говорим про какой-то эффект, когда есть допрос, как это вообще работает, может ли это работать, то есть как это объяснить, можно ли объяснить, вот когда ты что-то хочешь от этого процесса, и потом что-то получаешь. Ну, то есть я к тому, что у нас, у нашей, да, того, что мы будем делать, есть какая-то изначальная идея, что это связано с семьёй и с идентичностью. Наверное, как бы, если объяснить механизмы вообще того, как это работает, то это, как бы, такая составная композиция, и первое, что там есть, это то, что мы, как это сказать, у нас есть какие-то чувства, у нас есть какие-то переживания, и мы их из себя, как бы, вынимаем, и они находятся где-то на листочке, то есть они вне нас, и про них уже гораздо легче поговорить, когда они вне меня, то есть у меня, например, очень было зло, я, например, всё это на лист вылила, и мы уже можем поговорить про эту злость, которая на работе, да, не которая во мне, которая на работе. И это уже гораздо проще, чем говорить про то, какая я злая, потому что, может быть, это не очень приятные чувства, а не то, которое хотелось бы, чтобы про меня было понятно. Это может работать как, также как какой-то способ не быть в бездействии, да, когда мы понимаем, что мы, какое-то ощущение бессилия, я думаю, что часто клиенты приходят с этим чувством, например, когда есть ощущение, что я, например, там, злюсь на ситуацию, не знаю, которая больше меня, на которую я не могу повлиять, на ситуацию в стране, на ситуацию, не знаю, в районе, или ещё на какие-то большие ситуации. И творчество – это как бы способ действовать, да, но как бы не быть в бездействии и при этом что-то предпринять, потому что часто, ну, какие-то другие действия могут не быть полезными, да, или мы можем действительно не мочь повлиять как-то ещё на ситуацию. Если говорить про, ну, есть какие-то такие банальные вещи про то, что мы, ну, очень часто работаем скорее головой и скорее ментально всё время присутствуем в этом мире, а творчество – это как будто бы присутствие, но какое-то совсем другое, то присутствие, которое, возможно, забыто, возможно, которое непривычно, или оно может как-то включить другие какие-то ощущения. И это тоже, конечно, очень здорово работает. Плюс моторика работает, когда мы делаем что-то именно руками, это какое-то возвращение к корням. И мне кажется, что вот рассказывая теоретически про то, как это влияет, в общем, есть множество методов, как это работает. То есть это как будто бы это такое, знаешь, пересказ миллиона-миллиона-миллиона всего, но если говорить про нашу тему и про тему работы именно с родом и именно с семейной историей, мне кажется, что это очень-очень крутой запрос, к которому на самом деле люди приходят не так часто. Это не такой частый запрос, скорее как бы более привычно говорить о том, что здесь сейчас происходит. Но родовые истории и вообще семейные истории, они очень влияют на то, что с нами происходит здесь сейчас. И мне кажется, что возможность посмотреть семейную историю для нас — это возможность как будто бы повлиять на себя. Да, я сейчас чуть-чуть поясню, что я имею в виду, сейчас тоже, возможно, звучит как общие слова. Когда я сделала вот это окошко в Инстаграме с вопросами про семейную историю, все такое, один из вопросов, который пришел, это была история про то, как прожить сепарацию. И мне кажется, что вот сепарация — это, наверное, то, про что более-менее известно, про то, про что люди знают, что в общем нужно сепарироваться и так далее. Но когда я думаю про курс, про группу, которая связана с семейной историей, мне кажется, гораздо более сложная штука — это испытать благодарность и испытать радость, испытать какой-то кайф от того, что я в той семье, в которой я нахожусь. И мне кажется, что это очень важное принятие, которое приходит внутри терапии в какой-то момент. И несмотря на то, что семейная история, кажется, что там столько боли, столько переживаний, и это все так, но в конечном счете, мне кажется, что мы делаем это для того, чтобы разрешить себе радоваться, разрешить себе, не знаю, получать удовольствие от жизни, разрешить себе быть счастливым. И есть такая штука, которая называется как лояльность роду. Лояльность роду — это означает, что мы всегда лояльны тем чувствам, которые испытывают, возможно, наши родители, наши бабушки, дедушки. И часто их жизнь могла сложиться таким образом, что они очень несчастные по жизни. Ну, так часто бывает, что жизнь была непростой, особенно в советское время. И для того, чтобы как-то выживать, возможно, не нужно было проявляться, возможно, не нужно было быть предприимчивым, не нужно было быть еще каким-то. И лояльность роду заключается в том, что мы принимаем решение, что мы тоже, как наш род, как внутри нашей истории, мы тоже не будем, не знаю, высовываться, не будем проявляться, не будем слишком шумными или слишком радостными, или слишком предприимчивыми. И таким образом мы оставляем связь со своей семьей, со своим родом, но при этом закрываем для себя какую-то свободу. И мне кажется, что группа арт-терапевтическая на тему семейной истории – это группа, в которой мы можем поисследовать, от чего мы можем отказаться и чему мы можем не быть лояльными. То есть мы можем принимать, что история моих родителей или моих бабушек и дедушек сложилась так, что им необходимо было не проявляться, не быть предприимчивым, там еще чего-то не делать. Но это не значит, что я не могу этого делать. И вторая часть – это то, что мы можем замечать, а что крутого и классного мы можем взять себе, про что мы, может быть, не думали, потому что слишком много думали о том, а что не так у наших родителей, бабушек и дедушек, потому что, конечно, внимание, оно очень приучено к тому, что плохо. И вот если говорить про какие-то упражнения, которые, может быть, могут быть полезными, пока вот нас слушают, а можно подумать, а что, какие дары я получила от своей семьи, от своего рода, какие подарочки мне как бы пришли. То есть я, например, там могу про себя сказать, что я такая-то, потому что, не знаю, я там взяла это у своего папы или у своего дедушки или у своей бабушки. Подумайте про это, потому что часто, когда мы говорим про семейную историю, мне кажется, что в голове рождаются какие-то больше проблемы, какие-то более темные стороны. И, безусловно, это тоже присутствует. И вот я так сильно закрутила, но на самом деле я внутренне отвечаю почему-то на вопрос про сепарацию. Прости, Свет, я параллельно его себе задала. И мне кажется, что история про сепарацию очень часто связана с тем, что с одной стороны мы не осуждаем, мы не осуждаем то, как живут наши родители, мы принимаем. То есть мы для себя можем так не хотеть, например, там на всём экономить или, не знаю, там экономить на отдыхе или ещё какие-то вещи, это просто первое, что пришло в голову. Для нас, например, это неприемлемо. Но при этом мы уважаем то, как это решили для себя наши родители или наши бабушки и дедушки. Принимаем, уважаем, но не обязаны быть настолько лояльными, что мы всё равно можем себе это разрешить, потому что мы сейчас в другом моменте. И вот мне кажется, что вот эта часть про благодарность, сепарация, она часто вот как-то убегает как бы. И мне показалось, что важно ещё с этой стороны посмотреть на эту тему. Вот, да, это... Я куда-то ушла, прости. Нет, нет, всё нормально. Я как раз думала о том, что сепарация — это, с одной стороны, работа с тем, что мы не берём травмы наших родителей и то, что нам не нравится, а с другой стороны, мы берём с собой то, что нам нравится. И я когда смотрела на... И тоже то, на что мы благодарны. И я когда вот сама думала про вот эту тему семейной идентичности, да, то мне как раз хотелось именно поговорить про то, что же нам нравится. Потому что в нас есть много от мамы, от папы, от родителей, от бабушек. В общем, мы все как бы такой намешанный коктейль, да, но при этом у нас есть ещё много собственного своего, да, но вот эти вот части от нас в родителей — это такое ядро, то, в чём мы выросли, да, та атмосфера, в которой мы выросли, и та, которая является такой как бы, ну, основополагающей для того, как мы себя дальше ведём. И то, даже, может быть, не ведём, а неосознанно ведём, да, и то, с чем дальше можно уже работать, осознанно там или неосознанно. И мне здесь интересно ещё то, что мы говорим про российский контекст, да, что уникальный абсолютно контекст, в котором огромная страна, много регионов, и родители все переезжали, да, много разных мест. То есть нет такого, что вот там, не знаю, люди одной страны родились в одном регионе в одинаковых погодных условиях, культурных условиях, да, и поэтому всё более-менее понятно. Здесь сталкивается множество культур, и у наших бабушек, родителей, и у нас, да, и вот эта вот намешанность культуры, она становится частью нас. И мне, наверное, кажется очень важным посмотреть на эту намешанность, полюбить, да, её, там, то, что мы можем полюбить, да, от чего-то отказаться осознанно, сказать, что мы не такие, нам это больше не подходит, да, но что-то, что нам нравится, взять с собой. То есть чтобы уйти от уровня абстрактного, да, абстрактный житель этой территории, абстрактный житель России, да, а именно как вот, что во мне есть кусочек этого, кусочек этого, не кусочек этого, и тогда мы будем чувствовать и лучшее, и разнообразие людей вокруг, да, ну, как бы, когда мы почувствуем свою уникальность, да, своё разнообразие, мы будем также хорошо чувствовать уникальность других людей, которые находятся рядом, с которыми мы взаимодействуем. И я уверена, что это начинается с уважения к себе, к своей семье, да, к культуре, как раз к культуре регионов, да, мест, откуда наши родители и откуда мы появились. Да, и пока ты говорила, я подумала о том, что мне очень нравится вот эта мысль, что уважение к разнообразию, к оппозиции в каком-то смысле, оно появляется тоже из семейной истории, потому что у нас в семейной истории часто бывают члены семьи, которые могут быть, не знаю, там, в тюрьме, могут быть алкоголиками, могут быть, не знаю, которые поступают как-то так, как, может быть, не нравится основной части семьи. И очень часто вот эта история с забыванием и как будто бы смещением внимания с того, что да, так тоже может быть, как бы занимается вот, как бы такое, может случаться вымещение. И когда мы не вымещаем даже на уровне, ну, как бы, своей семьи, мне кажется, что мы влияем на ту систему, в которой мы находимся. И, ну, мне кажется, что наша страна, она во многом связана с такой вот замалчиванием части истории. И я думаю, что в семье каждого человека есть, ну, так, какие-то тайны, скажем так. Но это не только про нашу страну вообще, как бы, если мы говорим про системную семейную терапию, то она очень часто связана с тем, что что-то там замалчивается, не рассказывается. Это такие травмы не на уровне, не на личном уровне, а на трансгенерационном уровне, то есть на уровне поколения, да, на уровне семьи. Они тоже могут присутствовать, они могут быть связаны с тем, что там, например, все знают, что, не знаю, есть какой-то дядя, который там совершил что-то ужасное, но никто об этом не говорит. И я думаю, что это может быть из такого не очень, ну, такого радужного, но, на мой взгляд, очень важно научиться смотреть в это, то есть научиться просто принимать, что такое тоже есть. И вообще есть такая наука родология, и у них есть такая концепция, которая связана с тем, что когда мы что-то вымещаем, оно как бы, ну, что система, она как бы не терпит пустого места, что как бы есть что-то, на что мы не смотрим. И когда мы есть что-то, на что мы не смотрим, то кто-то другой может занять место того, на кого мы не смотрим. В общем, может быть, сложно звучит, но имеется в виду, что если, например, в семье был там какой-то член семьи, который очень много пил, и что-то такое с ним происходило, и все как-то сделали вид, что его нет, то, например, там чей-то сын как бы вместо этого дяди начнёт пить, потому что есть вот это место в системе, про которого, может быть, этот там сын чей-то, он даже не знает про этого дядю, но вот есть ощущение, что как бы система, она так сложилась не, как бы неспроста. И очень важно постараться узнать, кто в моей системной, семейной системе вообще присутствует. Вот это классно ты сказала, мне кажется, про постараться узнать, и я вообще, в принципе, считаю, что знание – это свобода в некотором плане, что чем больше мы как бы открыто готовы смотреть на то, что происходит, на то, что происходило. То есть на то, что происходит, мы часто не можем знать, что реально происходит, то есть то, что происходило, тоже не можем, но мы можем хотя бы как-то попытаться туда посмотреть и не закрывать на это глаза, и уже более скрыто с этим жить, решать, что с этим делать, решать, как нам чувствовать, то есть не чувствовать так, как нам это навязали, а уже создать какие-то собственные чувства на основе того, что мы узнали и как мы с этим работаем. И вот интересно, об этом можно, мне кажется, бесконечно говорить, но если опуститься до того, что мы собираемся делать, я так понимаю, что возникла некоторая путаница с тем, что мы говорим про одно занятие и курс, сегодня тоже прозвучало слово курс, и есть некоторое непонимание, что же будет все-таки в среду, 6 июня, и идея в том, что это будет единичная встреча, первая, и она не планирует, это не начало курса, да, мы просто решили, что нужно попробовать понять, насколько это вообще интересно, насколько это, так скажем, заходит, да, и после этого уже иметь в виду, что есть возможность, что возможность сделать какой-то курс там из пяти, да, там из нескольких занятий. Правильно я понимаю. Ну, я бы вообще это курсом не называла, потому что это не образование, это арт-терапевтические встречи, я бы назвала это, то есть это какое-то путешествие-знакомство с собой, потому что когда мы приходим на курс, да, как будто бы есть кто-то, кто знает, но когда мы приходим на терапию, только мы знаем, что для нас, что для нас правильно, только мы знаем нашу историю, или что у нас откликаются, да, и в этом смысле мне вообще нету задачи никого учить, вот, но да, хотелось бы пригласить на встречу, которая будет 6 июля, поисследовать, ну, начать вот это исследование семейное, которое, возможно, вы захотите продолжить в личной терапии, в личном творчестве, еще где-то, и да, если эта тема как-то откликнется, если будет запрос, то мы думали о том, что, может быть, мы можем это продолжить, но это такая, как бы, мы пока не знаем, продолжится это или нет, просто хотелось сразу заявить, да, что если вам интересно, пожалуйста, давайте знать, потому что мы пытаемся, как бы, понять, есть ли запрос. Да, да, и получается, что все-таки 6 июля будет полноценная встреча, мы будем рисовать, как я понимаю, потому что вот я даже сама не знаю, что будет, это мы решили, что я не буду это знать, потому что, ну, не буду об этом знать, потому что я тоже буду участвовать, и поэтому, чтобы, да, не раскрывать все карты, но, как я понимаю, мы будем рисовать что-то красками, там, что-то карандашами, возможно. Будет составное занятие, то есть наверняка мы будем, возможно, мы будем писать какой-нибудь текст, возможно, мы будем рисовать, возможно, будет какая-то практика, связанная с текстом, может быть, с предметом, то есть я не могу, как бы, рассказать точно, что будет, потому что это тоже зависит от количества участников, и, ну, то есть если участников больше, да, то, наверное, будет немножко один формат, если будет все-таки поменьше участников, то будет больше времени, и, возможно, мы сможем больше практик успеть, но мы как бы будем заниматься творчеством, и мы будем исследовать какие-то внутренние вопросы, и там не так важно, то тот медиум, с которым вы будете работать, сколь важно готовность посмотреть, ну, как бы поисследовать, что ли, пооткрывать что-то новое для себя, ну, да, рисование там точно будет, и, возможно, будут еще какие-то практики. И расскажи, пожалуйста, вот про то, что это будет происходить в группе, потому что обычно, когда мы говорим, там, терапия, да, психотерапия, то это часто, да, в формате один на один, и, опять же, это какие-то личные очень истории, то есть насколько нужно будет, может быть, делиться, да, этим личным, или есть ли, наоборот, какой-то положительный эффект от того, что это все будет происходить в группе? Это, на самом деле, классный вопрос, мы со Светой уже чуть-чуть обсудили, я рассказывала, что вообще есть такая штука, групповая терапия, групповая терапия очень сильно отличается от личной терапии. Отличается она прежде всего тем, что, как правило, поднимаются темы, связанные с группой, то есть когда мы работаем тет-а-тет с терапевтом, часто поднимаются диадные отношения, это те отношения, там, я и мама, я и мой муж, я и моя сестра, я и кто-то еще, да, а когда мы работаем в группе, то, как правило, гораздо больше поднимаются темы, связанные с группой, то есть семья, по сути, это и есть группа людей, то есть если мы берем семью как систему, там ни один, ни два человека, да, там, ну, даже если у вас, вы очень мало знаете про свою семью, я думаю, что, может быть, и там мама, и бабушка, и то это уже три человека, это уже группа, поэтому с семейной историей на самом деле очень легче в чем-то работать в группе, там больше будет подниматься ассоциации, связанные с этим. Что касается того, насколько это может быть личным, и насколько это может быть, ну, таким, как сказать, слишком личным, как и всегда, вы выбираете, чем делиться, а чем нет, то есть это всегда выбор каждого, что рассказать, а что нет. Естественно, никто не будет звать вас к доске, говорить так, и что ты почувствовал так, и что с тобой случилось, естественно, нет, то есть когда мы говорим про группу, есть что-то, что, возможно, вам захочется вынести в группу, то есть поделиться какими-то открытиями или какими-то ощущениями, есть, возможно, что-то, чем захочется поделиться в паре, допустим, с партнером, да, с кем-то, с кем вы будете, например, в паре обсуждать работу, и, может быть, вам захочется о чем-то рассказать, но это мы всегда, и когда к терапевту приходим, да, мы все равно выбираем, о чем мы хотим поговорить, что мы хотим про себя раскрыть, а что нет. Но вот это важно, что мы все-таки несем ответственность за свой комфорт, и как в группе, так и в личной терапии, и всегда можно сказать, стоп, как бы это для меня слишком личное, а если я не хочу это делать, то что я могу делать, и может быть там какой-то другой вариант задания, если вдруг вам некомфортно. То есть точно так же, как в реальной жизни, мы отвечаем за то, чтобы нам было хорошо, если хочется открыть окошко, мы открываем, если хочется воды, мы пьем воду. Точно так же и в групповой терапии у нас есть наша персональная ответственность за себя, и есть ответственность моя, как человека, который это пространство будет создавать, откликаться на эти слова, на какие-то мысли или отклики про то, что что-то может быть некомфортно, мы обязательно буду на это реагировать. Здорово, здорово. Расскажи, пожалуйста, о себе. Вот немножко, потому что мы почему-то с этого не начали сразу, потому что, видимо, я уже кучу всего посмотрела и говорила, и, в общем, впечатлилась, но вот тем, кто нас слушает, да, сейчас, ты как раз сказала про то, что ты будешь создавать это пространство, да, и вести, и, то есть, так как ты не только арт-терапевт, да, какой-то, может быть, расскажешь немного о своем бэкграунде, который расскажет нам вообще, с кем мы будем все это делать. Да, расскажу про себя. Я художник, арт-терапевт, преподаватель. Я по первому образованию, я филолог, закончила литературный институт, потом я первое образование, писала тексты, а потом я училась на иллюстратора два года, потом я начала преподавать в высшей школе экономики на факультете дизайна, где вот я работаю уже шесть лет куратором как раз тех, кто занимается анимацией, иллюстрацией, визуальными искусствами, визуальными нарративами, и в какой-то момент мне как-то стало тесно вот в той роли, которая у меня была, и я сама так получила, что оказалась у арт-терапевта, то есть я пошла на терапию, но мой терапевт оказался арт-терапевтом, такая случайность, и мне это очень было полезно, мне это очень зашло, скажем так, настолько, что я тут же захотела пойти учиться, и я сначала закончила курс, который прошел всего год, он был такой про техники, в процессе я поняла, что я не смогу практиковать, потому что у меня нету сертификата, который дал бы мне право практиковать как арт-терапевт, и я пошла на переподготовку, профессиональную переподготовку с как бы официальным дипломом, и два с половиной года еще училась снова на арт-терапевта, и, собственно, уже в процессе обучения я начала практиковать, мой диплом был связан с автопортретом, где я кидала ссылку с Фетей про там, где я рассказываю про автопортрет, мне кажется, что это может быть такой интересный вход для того, чтобы познакомиться, просто посмотреть, и там я рассказываю конкретные кейсы, показываю работы некоторых клиентов, ну, как бы делюсь вот именно тем, как этот процесс может работать, потому что, возможно, на словах сложно какие-то вещи понять. Вот, и вот какое-то время я очень-очень увлечена арт-терапией, и я бы сказала, что, ну, это так здорово мне подошло, потому что, когда я начала заниматься арт-терапией, я поняла, что я все время ей до этого тоже занималась, что как будто бы то, что я делала в литературном институте, то, что, ну, я еще там долго театром увлекалась, занималась иллюстрацией, то есть это все для меня было очень связано с каким-то внутренним исследованием, и мне очень нравилось в это исследование вовлекать других, помогать какие-то личные истории в своем творчестве раскрывать, то есть это как-то очень было связано с моей какой-то миссией по жизни, если так можно выразиться, то есть каким-то таким вот ядром моей личности, скажем так, и это очень-очень мне понравилось, очень-очень сильно зашло, и, ну, вот сейчас это какая-то неотъемлемая часть моей идентификации, не потому что я этим так давно занимаюсь, а потому что как будто бы это очень сильно объединило все то, что мне интересно, то есть мне очень, мне глубоко интересен человек, и когда я там занималась литературой, занималась визуальным искусством, как будто бы вот мне было важно смотреть через призму, как трансформируется человеческая история, как, не знаю, что можно через творчество поменять, как можно себя посмотреть, и как будто бы вот одевая этот костюм арт-терапевта, я почувствовала себя максимально, не знаю, на своем месте, очень комфортно, и мне очень нравится делиться этим с другими, поэтому буду рада, если кто-то захочет прийти. Классно, на самом деле это как будто чувствуется, да, вот когда я первый раз с тобой встретилась, мне показалось, что ты очень открыта как раз вот к какому-то взаимодействию, и было легко начать говорить, начать что-то обсуждать, да, несмотря на то, что я, ну, не самый общительный человек, хотя я много говорю с людьми, да, много знакомлюсь с разными людьми и по работе, там, и по, просто в рамках других интересов, но это всегда очень хорошо чувствуется, когда ты хочешь человеком говорить, когда ты готов ему раскрыться, да, и как-то вообще поговорить на какие-нибудь, там, более сложные темы, а когда нет. И мне было прям очень легко, поэтому я всем советую прийти на нашу встречу и попробовать и попробовать взаимодействовать с собой, да, с группой, с пространством и с тобой. Я думаю, что мы многое рассказали, да, есть ли у нас какие-то еще вопросы? Вот в Телеграме вроде бы вопросов нет, может быть, есть у тех, кто в Зуме нас слушает вопросы? Друзья, если у вас есть, задавайте, я, наверное, была бы рада что-нибудь еще рассказать вот именно на тему семейной истории, потому что хочется, чтобы вы ушли с какой-то пользой. Я, наверное, повторю то задание, которое я предложила уже сделать и, может быть, предложу еще одно задание, оно такое опциональное, вы можете сделать его, можете нет, можете просто про это подумать. Первое, что я говорила, это про то, что можно подумать про то, какие у вас есть дары, дары вашего рода, дары вашей семейной истории, что-то, что вы как бы делаете, то, что вы несете, как это связывает вас с вашей семьей и, может быть, там, не знаю, ваш дедушка выращивал какие-нибудь апельсины, а теперь вы, не знаю, занимаетесь, ваше занятие как-то связано с едой, и вот можно через это почувствовать какую-то связь. Или как-то еще, это не обязательно с профессиональной деятельностью, это может быть про личные качества. А второе задание, которое я дала бы, это просто подумать про свой род и подумать про родовое дерево, которое, ну, то есть, это такой образ, который очень известный, родового дерева, и можно попробовать его нарисовать и подумать о том, что это за дерево, там, клен, или дуб, или береза, или еще какое-то дерево, какое оно, где оно растет, как вы его себе представляете, попробовать просто вот визуализировать себе этот образ и, возможно, почувствовать, да, как вам рисовать его, потому что могут быть какие-то, вот если, опять же, если будут какие-то в процессе непростые эмоции, да, или, ну, что-то, какие-то переживания, можно их для себя зафиксировать, да, попробовать, подумать, почему у меня такая, почему такие чувства возникли. И после того, как вы нарисуете, можно также задать вопрос, а что это дерево чувствует, как оно о себе чувствует, как вам кажется, хорошо или плохо, или что-то не так, там, чего-то не хватает, тоже подумать об этом. И, да, я так сыплю заданиями, как бы не по теме, но очень такая важная мысль, что мы приходим в этот мир для счастья, для радости, и, несмотря на то, что кажется, что, приходя на терапию, вы столкнетесь с какими-то тяжелыми переживаниями. Мы сталкиваемся для того, чтобы разрешить себе быть счастливыми, быть радостными, и вот стоит задать себе вопрос, а получается ли это у меня, есть ли у меня радость, когда я смотрю на это дерево, есть ли благодарность, потому что, если да, возможно, вы, ну, как бы в балансе, да, каком-то, вы в ладу, а если нет, то здорово, ну, вот как-то это поэсследовать. Такое у меня еще есть задание. Вот ты начала говорить про это дерево, и я, естественно, начала сразу представлять какое-то там свое дерево, да, и поняла, что мы даже с Олей, когда мы говорили про терапию, вообще будем ли мы это делать, Оля занимается у нас коммуникацией, наверняка, когда-нибудь Оля вам, может быть, писала что-нибудь, или отвечает часто в директе, в инстаграме от нас, и мы когда обсуждали, зачем вот это нужно, может быть нужно, первое, что, в общем, приходит в голову, это то, что я делаю фер, и то, что я занимаюсь русским севером, просто, ну, только благодаря моей семье, только благодаря тому, что, да, в моей семье есть папа, которые, ну, другие родственники, которые делились на севере, и которые открыли для меня этот очень красивый мир. То есть, пока я не пошла туда, не начала исследовать, и не начала искать, да, что же это за культура, что же это за место, где они родились, для меня это место абсолютно ничего не значило. Это мне было, там, 28 лет, да, примерно, то есть, ну, и, ну, не то, что абсолютно ничего, но я не продавала никакого значения, просто было название, и все. И потом, когда я более глубоко на это посмотрела, я поняла, что вот это стало уже какой-то частью жизни. Это, конечно, не значит, что, да, для всех это станет, да, профессиональной частью, какой-то, но в том, что вот в культуре разных народов, да, откуда наши родители, много красоты, много вдохновения, да, для того, как чувствовать себя сегодня самому, это точно. Это я могу сказать на своем примере. Плюс еще такой пример про семью, что у нас треюродный брат моего папы написал, очень долго исследовал историю семьи, написал об этом небольшую книжку, сам из дат, такой, да, именно по одной такой ветке, да, и когда я ее читала, там про моего прадедушку было написано, что он такой настоящий, значит, северный мужик, такой настоящий помор, и мне кажется, что я просто себя чувствую вот таким вот настоящим, простите, северным мужиком, но в плане того, что во мне есть что-то оттуда, и это придает мне силы, то есть вот это, наверное, или с другой стороны, да, у меня бабушка, папина мама ходит на каблуках, там, 85 лет, и там, в леопардовой шубе, и я думаю, ну, как бы, я понимаю, откуда, может быть, взялась у меня какая-то любовь к одежде, да, к красоте, то есть вот эти, я не чувствую какую-то оторванность, да, вот эти мои, то, что мне во мне нравится, да, или то, что не нравится, я вижу какие-то историки, этого, и это усиливается этим истоком, да, понятно, что есть какие-то новые вещи, которые родились в социуме, да, и в современном мире, но вот эти какие-то моменты, которые я узнаю в себе от своих родных, и даже по каким-то рассказам про родных, которых я никогда не знала, они как будто подсвечиваются, да, как будто так под маркером так подсвечиваются, подкрашиваются, да, и это становится тоже какой-то частью, а такой более осознанной частью идентичности моей, то есть, может быть, какие-то такие эффекты тоже могут случиться. мне кажется, что это очень классная история, то, что ты рассказала про себя, потому что у нас у всех много очень классных качеств, но когда мы чувствуем, как это связывает нас еще с нашей семьей, у нас как будто бы есть корень, который нас еще укореняет, и как будто бы мы через это еще какие-то ресурсы берем, то есть, когда, ну, мы, как бы есть такая фраза, отрезанный ломоть, да, это что-то такое, когда ты, наоборот, нигде не черпаешь, да, ты можешь рассчитывать на себя, и ты можешь, как бы, быть классным, и все может быть у тебя хорошо, но вот эти корни, они, конечно, очень здорово питают, и они, как бы, могут очень много давать, и когда я, когда я училась на художника, то я очень много размышляла о том, а кто мои визуальные корни, то есть, что я, кто является моими корнями в смысле визуала, то есть, это не про родственников, а просто про то, откуда я черпаюсь, какой традиции, такой визуальной, что мне нравится, и точно так же можно в любой теме чувствовать свою связь с каким-то, с каким-то, с чем-то большим, чем ты сам, и, конечно, это очень много продает энергии, и вот эта история про дары, мне кажется, она действительно создает, ну, очень крутую основу, то есть, не только повышает уверенность в себе, конечно, хотя это, конечно, тоже очень важно отмечать, что классного есть во мне, но и создает вот эту вот, ну, как бы почву, какой-то вот корни, и когда я училась, я училась еще в киношколе до литературного института на отделении сценаристов, и там, когда заканчиваешь киношколу, каждый киношколец должен сдать такое сочинение, которое называется «Мои корни», и оно очень крутое, потому что я как будто бы каждый год его сочиняю, то есть, как будто бы я всю жизнь живу и думаю о своих корнях, и там как бы история про то, что, ну, можно было бы размышлять про, там, про город, про, не знаю, про литературу, да вообще про все, и вот это то же самое, да, вот эту тему как будто бы несу с собой и постоянно веду с собой этот диалог. Классно. Тогда ждем всех на нашей встрече. Можно записаться по ссылке в Телеграме, в Инстаграме, она есть, мы сейчас ее тоже продублируем, да, это платная встреча, она стоит 2500 рублей, в эту стоимость входят материалы, то есть, вам ничего не нужно будет приносить, длиться она будет примерно два, два часа, два с половиной, по-разному, да, два с половиной, ну, то есть, она будет начинаться в семь, а дальше, получается, да, может быть, там, мы не стали писать что-то десяти, но если там вы в девять не закончите, можно будет, да, закончить, просто это среда, вечер, будний, мы решили делать в будни, потому что выходные, очень многие уезжают, и, пожалуйста, оставляйте заявки, и мы с вами свяжемся в течение суток, будем очень рады, если получится, эту встречу, я очень сама жду, и хочется, чтобы мы попробовали, может быть, дальше сделать какой-то курс про это. Супер. Спасибо большое, Свет, спасибо за твои вопросы, за разговор, спасибо всем, кто был, всем пока. Да, до встречи, пока.